МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Профилактика безопасности не менее важна, чем борьба с преступностью". Парламентарии Дагестана заслушали отчет главы МВД и обсудили ряд важных вопросов. Отравление в Хасавюрте, причины и последствия, насколько готовы медики к чрезвычайным ситуациям, поговорим с министром здравоохранения Республики. Заслуженное признание, Муфти Дагестана удостоен престижной награды на конференции богословов в Москве. МОС Дружбы, посол самой большой мусульманской страны, посетил крупнейшую мусульманскую республику России. Интервью с посланником Индонезии в нашем выпуске. Здравствуйте, это Итоги недели на канале ННТ, и я, Мурад Ахмедов. За теми людьми, которые являются сторонниками тех идей экстремистских и дестабилизаций обстановки, мы смотрим в 10 раз больше. Более 300 миллионов дополнительных с республиканского бюджета сейчас будут выделены на оснащение медицинским оборудованием. Такого внимания не было. Уже есть заинтересованность у предпринимателей из Индонезии сотрудничать, налаживать сотрудничество с Дагестаном. Отчет министра внутренних дел Дагестана стал ключевым событием, прошедшим на неделе парламентской сессии. Профилактический учет, хищение в газовой сфере и вопросы улучшения инвестиционного климата в республике. Эти и другие важные вопросы стали темами для обсуждения парламентариев. Обо всем по порядку расскажет Зумруд Гамидова, окунувшаяся в атмосферу парламентских премий. Основным вопросом повестки дня стал отчет министра внутренних дел республики. Абдурашид Магомедов построил свой доклад на позитивных итогах. Уровень преступности в Дагестане на 100 тысяч населения составил 483 преступления, что в два раза меньше, чем в целом по России. На территории 25 городов и районов республики сократилось или осталось на уровне 2017 года количество зарегистрированных уголовно наказуемых деяний. Мы добились более высоких, чем по стране, в целом по Северокавказскому федеральному округу, показатели общей раскрываемости, раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений и ряда других, ряда преступлений. Это кражи, грабежи, разбои. У нас ниже удельный вес лиц, ранее совершивших преступления, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, один из самых маленьких в Российской Федерации. После отчета депутатам представилась возможность задать вопросы министру. Так, парламентарии поинтересовались о постановке актера Эльдара Иразиева на профучет как экстремиста. По словам министра, для подобных действий у силовиков были все основания. Я вас уверяю, что за теми людьми, которые готовят или являются сторонниками тех идей экстремистских и дестабилизации обстановки, мы смотрим в 10 раз больше, чем за теми, кто совершает общеуголовные преступления. И будем продолжать, нравится кому-то это или не нравится. Слишком много несчастья принесли вот эти вот люди, носители этой идеологии нашей республики. У нас очень много людей, которые, получив какую-то известность, начинают лезть куда угодно и куда угодно давать оценку всему вокруг. Какое ты имеешь моральное право давать оценку тому или иному? О нарушениях социальных прав граждан говорил омбудсмен республики. По словам Джамала Алиева, много жалоб поступает в части незаконного строительства, благоустройства территории и нанесения вреда здоровью. При этом очень часто приходится сталкиваться с правовой неграмотностью населения. С препятствиями в реализации своих прав зачастую сталкивались инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи, дети, сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица, находящиеся в местах принудительного содержания и ряд других категорий граждан. Из числа принятых к рассмотрению обращений удалось помочь заявителям в каждом пятом случае. И это при том, что к уполномоченным попадают обращения после того, как эти люди прошли через многие-многие стадии государственных органов и не нашли ответа на подставленные ими вопросы. Депутат фракции КПРФ затронул проблему инвестиционного климата в республике. По словам коммуниста, республику нужно вывести цитата «из пепла страха». Марат Асланов считает, что под видом вложения инвестиций многие предприниматели преследуют корыстные цели. Таких, к примеру, масса. Ну, допустим, стеклянный мост на каньоне. Почему не этот инвестор? Почему такой огромный кусок земли 10 г? И причем надо у дубкинцев отбирать, и я знаю, что там нерешенный вопрос у самого населения. Когда все строения инженеры помещаются на полгектара и максимум на гектар все, что необходимо. Откуда на миллиард рублей вложение? Как решается вопрос компаний по колесу обозрения? Был ли конкурс? Да, вы говорите, целевой и так далее. А может, есть компания, которая предложит лучшие условия? Почему именно таким образом отбирается? Всего в повестке дня депутаты рассмотрели порядка 28 вопросов, в том числе и изменения в республиканский бюджет. Они связаны прежде всего с выполнением мероприятий, озвученных в послании главы республики. А это капремонт медучреждений, улучшение жилищных условий для малоимущих и развития сельского хозяйства. Всего предстоит распределить более 11 миллиардов рублей. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Около 50 пострадавших уже выписались из Хасавюртовской центральной больницы. Напомним, что в городе недавно отравились более 100 человек, 90 из которых, к сожалению, дети. Предварительная причина отравления – некачественная питьевая вода. Сейчас специалисты пытаются выяснить, из-за чего произошло массовое отравление. Все подробности у Карины Баталовой. С утра вроде бы все было хорошо. А к вечеру головная боль, рвота, температура. Причина – отравление. Врачи в ожидании результатов бактериологического анализа. Лишь на его основании можно поставить клинический диагноз – предварительный – острая кишечная инфекция. В соответствии с ним сейчас и лечат пострадавших в центральной городской больнице Хасавюрта. Они к нам подходят с жалобами на подъем температуры, вялость, слабость выраженная и, соответственно, жидкий стул, рвота. В данном случае все наши дети нуждаются в регидратации, то есть в обильном выпаивании. И в инфузионной терапии. Туда входят все солевые растворы. И также они получают антибиотикотерапию, ферментотерапию, биопрепараты и витаминотерапию. Самыми уязвимыми в таких ситуациях становятся дети. Вот и сейчас из 104 пострадавших 90 – это малыши. В состоянии тяжелом поступил. Ребенок практически не ходил. У него уже было обезвоживание. На данный момент его капают до сих пор. Получают все необходимые препараты. На данный момент все хорошо, в принципе. В принципе, ребенок лечение получает. И также другие детки, которые поступили с нами вместе, они тоже чувствуют уже себя гораздо лучше. По предварительным данным, массовое отравление произошло из-за питьевой воды. Поэтому эксперты рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Употреблять только кипяченую или бутилированную. Чаще мыть руки, а также использовать для мытья фруктов и овощей предварительно очищенную воду. Тем временем в городе продезинфицированы все магистральные водопроводные сети. Приняли превентивные профилактические меры отключить воду из реки Акташ, в которой подаются городские водопроводные сети, отключить и пустить туда другую воду, Сулакскую воду. По одной из версий, загрязнение воды произошло из-за размыва скотомогильника близ села Ленинаул. Но в Министерстве сельского хозяйства опровергли данную информацию. Эксперты заявили, что могильник находится на приличном расстоянии от реки Акташ. Да и осадков за последнее время выпало мало. А значит, остается ждать результатов проверки. Напомним, по данному факту возбуждено уголовное дело. Карина Баталова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, новости 24, Хасаверт. Вопросы здравоохранения в любом цивилизованном обществе являются ключевыми. Это подчеркнул в своем недавнем послании Народному собранию и глава республики Владимир Васильев. В контексте новых задач, стоящих перед медицинской сферой региона, возникает множество вопросов. На самые важные из них ответил гост нашей программы, министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджи Ибрагимов. Джамалудин Олегович, добрый день. На прошлой неделе было озвучено послание главы республики Народному собранию. Очень серьезный акцент был сделан на проблемах здравоохранения. Не секрет, что дагестанцы долгие годы предпочитают уезжать из республики, чтобы лечиться, получать высококвалифицированную, высокотехнологичную медицинскую помощь. Что сделать, чтобы переломить эту тенденцию? Как вернуть доверие к дагестанским врачам, чтобы и пациент, и деньги оставались в республике? Добрый день. Спасибо за вопрос. На самом деле запретить людям выезжать за пределы Дагестана мы не можем. И это не нужно делать. Побудить людей, чтобы они обращались в наши клиники, в республиканские, к нашим докторам, конечно, можно и нужно. К примеру, в 2018 году у нас в республике высокотехнологичную медицинскую помощь получили порядка 5000 пациентов. Это те люди, которые выбрали наши клиники, наших докторов и не выехали за пределы республики, не выбрали федеральные лечебные учреждения. Но динамика есть, да, Роско, в этом плане? Да, безусловно. Если сравнить с 2017 года, это на 30% увеличилось. Серьезный рост? Да, безусловно. Но при этом, конечно же, мы ожидаем, что на следующий год это будет порядка 7000. Но при этом сразу хочу оговориться о том, что мы не ставим себе задачи увеличения количественного отношения высокотехнологичной медицинской помощи и оказания. Мы ставим себе задачи и увеличение спектра высокотехнологичной медицинской помощи. Это говорит о том, что мы планируем внедрять и дополнительно другие аспекты по высокотехнологичной медицинской помощи. И в этом направлении мы работаем. Ну, наверное, и кадры возвращаются сюда, в республику. Наши дагестанцы, которые работали где-то в регионах России. Безусловно, безусловно. И, кстати, они возвращаются очень активно. Они почувствовали, что они востребованы в нашей республике. И, да, рядовые граждане, скорее всего, это ощущают. Почему? Потому что они раньше выезжали к нашим же землякам, которые работают в федеральных центрах, становились в очереди. Это дорожные расходы, это неудобство проживания, все остальное. А сейчас они практически эту же помощь получают. Здесь, касательно республиканских медицинских организаций, да уже и в городских медицинских организациях, работает очень много наших земляков, которые имеют и кандидатские, и докторские степени, огромный сталь работы, которые действительно федерального уровня доктора, которым со всей нашей страны ездили и лечились. Эти доктора сейчас возвращаются к нам и работают у нас. Наша задача – создавать им условия определения для того, чтобы они могли действительно выполнять свои функции в полном объеме. Глава Дагестана много говорит об осовременивании медицинских практик, новых подходах к работе, новых бережливых технологиях. Что делается в этом плане в Дагестане? Какие подходы будут практиковаться? На этот вопрос делает акцент и глава государства, и глава нашей республики. Действительно, мы все обратили внимание на то, что в своем послании очень огромное время и внимание было уделено именно социальной сфере, а в частности медицине. Конечно же, задачи перед нами стоят глобальными. И это увеличение профессиональной активности жизни. Не только профессиональной активности, но и эффективной продолжительности жизни населения. Это снижение смертности, в том числе младенческой, материнской смертности. В этом направлении у нас определенная тенденция к снижению есть, но при этом, конечно же, для того, чтобы все поддержать и дальше, скажем так, к тем цифрам, которые мы для себя определили, хотя жизнь людей нельзя, конечно, цифрами обозначать, мы и по материально-техническому обеспечению, и по внедрению новых технологий, я уже чуть выше коснулся по высокотехнологичной медицинской помощи. Не могу не говорить, раньше, пожилом возрасте, если перелом головки бедра, люди были прикованы к постели. Фактически приговор, да? Да, абсолютно. А сейчас мы проводим именно высокотехнологичные медицинские операции. У нас в республике люди становятся на ноги, то есть они уже не нуждаются в посторонной помощи. Касательно, что мы внедряем, в том числе, не секрет, и уже и глава республики говорил, по бережливым технологиям, которые мы уже внедрили по двум нашим детским медицинским организациям, первой и четвертой поликлиники. Это сокращение очередей тоже? Безусловно, и это сокращение очередей. Это, конечно же, нервозность, безусловно, и в том числе и пациентов, и докторов. Снимается. Да, контакт доктора с пациентом увеличивается по времени. Значит, мы даже вот в двух наших поликлиниках, и даже по времени, если говорить, на процентов 80 снизили ожидание очереди по сдаче анализов. Конечно, у нас в республике, если так в целом говорить, ни одной типовой поликлиники нет. Но с минимальными затратами нам удалось, распределяя и очереди, и, естественно, обозначая людям конкретное время прибытия на прием к доктору, и дальше по регистраторе здоровье пациенты, значит, направление, ну, те, которые пришли за справками в другое направление. Но круг учреждений, где это будет внедряться, будет расширяться? Безусловно. Конечно же. Мы не только по поликлиникам пойдем таким путем. Кстати, это совместная работа Министерства здравоохранения и Госкорпорации Росатом. Коллеги нам помогают. Будем по поликлиникам внедрять эти технологии. У нас, более того, есть задумки, и мы в этом направлении будем работать, что и как бережливый стационар. И в этом направлении надо идти, чтобы действительно люди, которые приходят на плановые ли пациенты, но в основном это в планах будет касаться, чтобы вовремя диагностику провести, сократить койку дни и выигрывать и стационар, и пациент. Вовремя получить соответствующую помощь и выписывать за пациент и идёт к себе домой. Ну, элементы новых технологий, я вас уже внизу там увидел на входе в Минздрав, там такой монитор висит, где каждый может написать мнение о своём работе. Это не только в аппарате Минздрава и по медицинским организациям ставится задача, что, конечно, у нас много проблем, как и в любой другой сфере, но в медицине это более ощутимо, но это и понятно. И, следовательно, нам нужно быть на связи с пациентом, с нашими гражданами, знать, что думают, как, а иной раз, может быть, действительно, что-то мы упускаем. Это очень важно, иметь обратную связь. Недавно у нас в Кассавюрте произошло очередное массовое отравление людей по причине употребления некачественной воды. Насколько вообще наша медицина готова к таким чрезвычайным ситуациям? Что показал этот опыт? Касательно Министерства здравоохранения, мы готовы к таким вызовам. Мы сегодня обеспечены всем необходимым. И как раз там сейчас работает и первый мой заместитель, работает начальник отдела по оказанию помощи, там уже не один день. Мы сегодня имеем динамику на снижение. При этом, конечно же, надо разбираться в причинах возникновения таких вспышек. И лучше проколактировать, а не допускать, чем потом уже заниматься в таком режиме готовым. И в том числе и в федеральные центры было обращение по поводу поддержки нас с вакцинопрепаратами и все остальное. В этом плане мы готовы. Много говорится о национальном проекте здравоохранения, который стартовал по всей стране в январе. Насколько наша республика готова к его реализации? Что конкретно будет предприниматься? Республика наша принимает участие в семи направлениях национальных проектов по здравоохранению. Это развитие первичной медико-санитарной помощи. Это сердечно-сосудистые заболевания, борьба с онкологическими заболеваниями, цифровизация медицины, подготовка кадров медицинских, медицинский туризм. Если так вот более предметно говорить, это экспорт медицинских услуг. По всем этим направлениям мы включили эту работу, и эта работа идет. И мало того, скажу, что по всем этим направлениям мы что ожидаем? И к чему мы готовы? Мы готовы к тому, что наши медицинские организации по этим направлениям будут уже оснащаться и материально-технические, кадровые составляющие. Если говорить про онкологию примерно, вот сейчас мы дополнительно планируем там и МРТ здание построить. Это пока, ну, по крайней мере, проект медицинской документации в этом направлении готовится. По матерно-техническому обеспечению у нас очень хорошая помощь будет оказана и в том числе федеральным центром. Правда, там и софинансирование республиканское идет, и в этом плане тоже есть понимание и поддержка. В целом, по всем направлениям мы готовы. И по подготовке кадров, в том числе сейчас дополнительно дано указание, например, к медицинским организациям по переподготовке онкологов, по повышению квалификации. То есть мы не идем таким образом, что завтра получим медицинское оборудование, при этом мы не готовим. То есть нам надо параллельно. И когда мы говорим, кстати, когда мы говорим о высокотехнологичной медицинской помощи, мы же тебе не ставим задачу, чтобы количество отношений увеличить только ВМП. Конечно, если мы не будем обращать внимание на первичную звену на развитие, скажем, ферческих пунктов, ферческих пунктов, врачебных амбулаторий, районных поликлиник, больниц в районах, тогда, конечно, только будем заниматься ВМП. Надо просто параллельно развивать и, естественно, спектр во всех этих направлениях брать шире. То есть наши возможности это будут позволять. Потенциалом мы обладаем. Как чуть выше мы говорили, что мы по Северному Капказу, по наличию грамотных и профессионально подготовленных кадров, все-таки находимся в преимущественном положении. И наши кадры ценятся, которые работают и здесь, и за пределами нашей республики. По материально-техническому обеспечению и глава в своем послании акцентировала внимание на том, что никогда такого не было. 70 корын скорой медицинской помощи за счет регионального бюджета, 50 филографических установок. Буквально сейчас... То есть речь идет о массовом обновлении. Безусловно. Многие годы не обращали внимания на капитальный ремонт медицинских организаций. Многие годы, даже десятилетия. Это бросалось в глаза, да. Сейчас, вот на пересмотр бюджета, буквально вчера, да, и это было поддержано и главой республики, и председателем правительства. Какое внимание? 200 с лишним миллионов только на капитальный ремонт. Более 300 миллионов дополнительных с республиканского бюджета сейчас будут выделены на оснащение медицинским оборудованием. Конечно, не хватает. Но, с другой стороны, такого внимания не было. А наша задача, вот эти вот средства, которые выделяются в сферу здравоохранения, во-первых, целевое их использование, эффективное, рациональное и, конечно, ко всему относиться к каждому рублю, соответственно, чтобы это было по назначению экономно. Экономно. Деньги, наверное, везде есть, но их не хватает никому, но когда их, они есть, ими надо пользоваться таким образом, чтобы они пошли по назначению. Это важно очень. Спасибо. Спасибо за беседу. Успехов вам во всех начинаниях. Спасибо вам. Спасибо. На неделе в рамках научно-практической конференции, прошедшей в Москве, муфтия Дагестана, председателя Совета Алимов Республики, шейха Ахмада Афанди, наградили международной премией имени первого муфтия Оренбургского духовного собрания Магометанского закона, Мухаммеджана Хазрата Хузаинова. Награду шейху Ахмаду Афанди вручил муфтий председатель Духовного собрания «Мусульман России» Альбир Хазрат Крганов. Альбир Хазрат Крганов. И он победил, будучи мягким человеком, мудрым человеком. То есть это как раз-таки огромный опыт, который есть в таких людях. Название конференции говорит само за себя. Пути достижения межрелигиозного мира, роль богословов, дипломатов и общественных деятелей. В работе форума приняли участие российские и иностранные деятели, представители государственных и негосударственных, образовательных и научно-исследовательских учреждений, ученые, эксперты, религиозные, общественные и политические деятели из 40 стран мира. Особое внимание докладчиков было уделено проблеме использования религии в целях оправдания агрессивной внешней политики, территориальных претензий, политического давления на исламские общества и государства. На неделе Дагестан посетила представительная делегация самой большой мусульманской страны мира – Республики Индонезия. Возглавлял ее чрезвычайный полномочный посол Индонезии в России и Белоруссии Мохаммад Вахид Суприяди. Это первый визит индонезийского посла в нашу республику за всю ее историю. В рамках визита состоялся ряд встреч в правительстве республики. Посол посетил также муфтия Дагестана – шейха Ахмада Афанди. Дипломат отметил, что давно хотел побывать в нашем регионе, лучше знать его историю и традиции, а также рассказал о своей поездке в Дербент и поделился положительными впечатлениями о Дагестане. Муфтия Республики, в свою очередь, также поблагодарил за визит почетного гостя. Дагестан – простеприимный народ, радуется гостям. Индонезийские делегации показали центральную джума-мечеть Махачкалы. Также гости из Индонезии в сопровождении муфтия Дагестана посетили территорию строящегося духовного центра имени пророка Исы – мир ему. Гостям рассказали о масштабах проекта и объектах, которые будут здесь расположены. В завершении члены делегации посадили деревья на территории будущего парка, прилегающего к мечети. После этого посол Индонезии посетил открытие первого в России международного центра по изучению истории, языков и культур стран Юго-Восточной Азии, названного Нусантара. Центр создан на базе Гуманитарного педагогического колледжа с целью развития партнерских отношений с учебными организациями стран Юго-Восточной Азии. Нам удалось побеседовать с господином послом и поговорить с ним об итогах визитов в Дагестан и намеченных перспективах сотрудничества. С трехдневным визитом в Дагестан приехал чрезвычайный полномочный посол Индонезии в России и Беларуси, господин Мухаммад Вахид Суприяди. Он любезно согласился ответить на вопросы нашей программы. Уважаемый господин посол, позвольте поприветствовать вас в Дагестане. Знаю, что вы посетили Древний Ербент, встречались с представителями правительства, деловыми кругами. Какие впечатления от пребывания республики? Я чувствую себя как дома, как будто я нахожусь в своей собственной стране, потому как мне был оказан очень теплый и радушный прием. Я уже встречался с Муфтием. Я знаю, что я стал первым послом Индонезии, который посетил данные мечети. Для меня это очень важно и очень приятно. И я также хотел бы сказать о том, что я уже встречался с главой правительства республики Дагестан. У нас был достаточно конструктивный и интересный диалог. Кроме того, все эти дни меня сопровождают различные министры республики, с которыми мы также постоянно ведем разговор о том, как нам укреплять двустороннее сотрудничество не только между Россией и Индонезией, но и также Дагестаном. Я немножечко углублюсь в конкретику. В первую очередь я хотел бы пригласить правительство республики Дагестан, а также предпринимательские деловые круги, участвовать в двух мероприятиях. Первое – это Казань-саммит, который пройдет в ближайшее время, а также мероприятие, которое организует посольство под названием «Фестиваль Индонезии в Москве». Отправляю фотографии регулярно о моем визите в Индонезию, моим друзьям и коллегам. И хотел бы сказать, что уже есть заинтересованность у предпринимателей из Индонезии и налаживать сотрудничество с Дагестаном, в частности, в сфере халяльных продуктов питания, а также в туризме, а также в других сферах. Меня также очень впечатлил рынок. Я посетил Махачкалинский рынок, который оказался очень интересным для меня. И я поехала туда для того, чтобы посмотреть, как живут обычные люди. Мне там очень понравилось. Мне подарили огромное количество гостинцев и сувениров. И вплоть до того, я не знаю, мне, наверное, сейчас придется новый чемодан покупать, для того, чтобы у меня была возможность это увезти. И хотел бы сказать о том, что мой визит на рынок не был запланирован заранее. Это было, скажем так, такое внезапное решение. И мы туда приехали, все было безопасно. И дело в том, что много сейчас появляется в прессе информации о том, что Дагестан это не совсем безопасное место. Но я готов, собственными словами, подтвердить, что это абсолютно не так. И вот мой визит на рынок как раз также является одним из подтверждений этому. Это уже в прошлом. Действительно были такие сложные времена у нас, но сейчас все позади. Как ни странно, при том, что Дагестан и Индонезию разделяют огромное расстояние, все-таки я нашел то, что нас объединяет. Индонезия самая большая мусульманская страна в мире, а Дагестан самая большая мусульманская республика в России. И та мечеть, которую вы посещали в Дербенте, наверное, вам рассказали, что это древнейшая мечеть в России. И сам город Дербент древнейший город в России. А мы находимся здесь рядом с самой большой мечетью в Европе, которая есть в Махачкале. В этой связи, наверное, какие-то туристические перспективы сотрудничества рассматривались. Да, в этой сфере у нас большие перспективы. Я только что их буквально обсудила с министром туризма. Я вижу у Дагестана большой потенциал. В частности, во-первых, это нахождение на его территории древнейших городов. Второе, это религиозный туризм, который может быть очень интересен для моих соотечественников. Также третье, это природные красоты, которые также могут привлечь туристов из разных стран. Да, и тут я вижу большой потенциал. И мне также кажется, что нам нужно конкретные какие-то шаги предпринимать. Мы вот уже обсудили о том, что одним из таких шагов было бы интересно привлечь индонезийского блогера, какого-то знаменитого, который бы смог бы интересно рассказать о Дагестане, потому как информации в настоящий момент все еще недостаточно. И у нас уже был такой опыт работы в Индонезии. То есть, например, один из наших студентов, обучающихся в Томске, ввел очень активно блог, в результате чего Томск, который находится гораздо дальше и где погодные условия гораздо более сложные, смог привлечь более 30 индонезийских студентов, которые в настоящий момент там обучаются. Очень хорошо. Я знаю, что готовится визит президента России в Индонезию и будет налаживаться сейчас широкомасштабное сотрудничество двух стран в разных сферах. Надеемся, что и Дагестан не останется за бортом такого сотрудничества. Спасибо большое, господин посол, что ответили на наши вопросы. Позвольте вам преподнести в подарок книгу нашего прославленного поэта Расула Гамзатова. Он дружил с индонезийскими писателями. Где сам Пейджуга Адасахабад дарипанулись в Индонезии? Спасибо большое. Да, по поводу визита Владимира Путина, который сейчас готовится, я также обсудила это с главой правительства Республики Дагестан. Дело в том, что в рамках данного визита планируется достаточно представительная бизнес-миссия из России. Нам бы очень хотелось, чтобы были какие-то представители от Республики Дагестан, от бизнеса или, может быть, от правительства, которые внесли бы вклад в развитие наших отношений. И это также, мне кажется, важным для того, чтобы наше общество индонезийское узнало о том, что Россия — это мультикультурное общество, и о том, что здесь живет действительно много мусульман, что Россия является самой большой страной с исламским населением в Европе. И несмотря на то, что в России ислам исповедует меньшинство по сравнению с православием, тем не менее, я считаю, что у России есть хорошие межрелигиозные отношения с другими странами. Спасибо большое, спасибо за ваш визит и за это интервью. Спасибо, Патас Муанчара, от Аскун Джунганя. Пожалуйста. Перспективные руководители, управленцы и просто лидеры. Шестеро дагестанцев пробились в финал конкурса «Лидеры России». Поздравил земляков с показательными результатами мэр столицы Салман Дадаев. По случаю участвования участников проекта прошло торжественное мероприятие, где побывала и наша съемочная бригада. Лидерами не рождаются, ими становятся. Эти слова для них уже стали мотивирующим девизом. Их шестеро – Дагестана, сумевших пробиться в финальную стадию конкурса «Лидеры России». Традиционно в Дагестане с размахом чествуют спортсменов, но в этот раз торжественное мероприятие было посвящено специалистам иной сферы деятельности. Поздравить с хорошим результатом на конкурсе его участников пришел мэр города Махачкалы Салман Дадаев. Наши ребята и болели за вас, зная, что заняв эти позиции, получим дополнительные возможности для вашего образования. Вы повысите свои компетенции, и, конечно же, вы будете полезны ресурсуле. Те знания, навыки, которые у вас есть, которые мы дополнительно развили там. У нас в планах есть проведение конкурса по отбору руководителей и украинских адов в город. Я очень надеюсь, что вы примете в этом участие, непосредственное участие, поможете нам в отборе именно тех ребят, которые обладают нужными компетенциями для городского управления. Победить, к сожалению, не удалось. Но победа, как отмечают конкурсанты, не столь важна, как полученный опыт и навыки за время участия в конкурсе. У каждого из них своя идея, которую они мечтают воплотить. Финалисты провели видеопрезентацию проектов, а также поделились впечатлениями о конкурсе. Я расскажу о времени нашей команды и севастопольной обладающей. Во-первых, удачу благодарность. На самом деле, хочу дать огромную благодарность руководству. Человек, который приехал в нашу республику, все время работает в ней и проверяет такие человеческие качества, которые мы имам даристан. Некоторые дистанции, возможно, у вас получится, Алексей. Вы вызываете мне огромное уважение. И, конечно, я хочу выразить огромную благодарность по руководству города, который сегодня с нами. Очень приятно будет слушать слова вашей поддержки. Один из финалистов, сотрудник торгового дома «Киргу», представлял на конкурсе проект «Чистая вода», основная цель которого – защитить водные ресурсы республики, а в частности, черкейское водохранилище. По словам Алексея Фадеева, выбрать именно это направление он решил из-за массовых случаев загрязнения воды. Проект «Чистая вода», как я говорил ранее, он связан с некой личной ситуацией, потому что была такая трагедия, которая произошла в октябре 2016 года, больше, чем два года назад. С тех пор, собственно говоря, возникла задумка. А так как для конкурса «Лидеры России» это было неким условием, в финал проходил только тот, кто сделает большой яркий проект, но, собственно говоря, я решил это организовать уже в рамках конкурса «Лидеры России», и это получило достаточно большую поддержку общественности. Очень здорово. В ходе мероприятия всех финалистов конкурса «Лидеры России» наградили денежными сертификатами от торгового дома «Киргу». Напомним, что «Лидеры России» – проект, направленный на выявление и поддержку перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. Абдулла Алингаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Эксперты выясняют причину крупного пожара на втором рынке, омрачившую рабочую неделю многим торговцам. Там загорелся овощной отсек, а площадь пожара составила более 300 квадратных метров. Территория рынка была оцеплена, пожарники тушили пожар. А пока власти разбирались в причинах случившегося и подсчитывали ущерб, арендаторы торговых точек возмущались на площади. Обо всем по порядку расскажет моя коллега, Патимат Ханапова. Сейчас мы находимся на втором рынке, где в результате пожара вчера было уничтожено более 15 таких торговых точек. По официальной версии, причина возгорания – это замыкание электропроводки. Однако владельцы этих торговых помещений считают иначе, они называют причиной поджог. Пожар произошел в девятом часу, время когда все работники закрыли свои точки и успели разъехаться по домам. Если бы не Магомед Гаджи, то пламя охватило бы гораздо больше территории. Владелец близлежащего кафе – единственный человек, который вовремя заметил возгорание и вызвал подмогу. Я хозяин этого кафе, в 8.30 я вышел в дверь с этой стороны закрыть сюда и заметил здесь такая искра, пламя. И в этот момент смотрю туда, и вон, где эти люди стоят, оттуда сюда уже пламя идет. И сразу позвонил МЧС, пожарные. Пока они пришли, в течение 15 минут уже пламя дошло до судей. Основной ущерб пришелся на овощные отсеки. Здесь в одном из контейнеров и произошло возгорание. Однако пламя успело охватить и соседние отделы. Это вещевые и бытовые магазины. Благо, никто из людей не пострадал. Поджог это или неисправность, выяснят эксперты. Известно одно – отмечают арендаторы. В убытке, как всегда, останутся они. Основные владельцы этих торговых точек – погорельцы из Ирчи-Казака. Это те, кто уже проходил через огненный рынок. Еще не успели восстановиться, а история уже повторяется. 6 тысяч человек там с проблемами, люди остались, перешли сюда, сами поднимаются. Опять налогами нас душат, пугают этими пожарами. Это сигнал первый. Второй, там даже нет у этих людей уверенности, что они вечером выйдут с магазина, закроют товар, оставят до утра. Что там произойдет? Уверенности нет. Это вот вторая серия Ирчи-Казака. Увидите, конец какой будет. Вторая серия Ирчи-Казака – так уже успели назвать инцидент владельцы точек. Они уверены, исход будет таким же. Десятки людей останутся без источника дохода, ущерб не возместят, а условия для нормальной работы им так и не будут созданы. Ущерб еще не считал. Вы можете снять магазин, внутри посмотреть, там все сгорело. Я не знаю, еще до меня не дошло, что я еще с шоком в самом состоянии. А это ваш единственный доход? Детский, а что делать, конечно. История с Ирчи не повторится. Во всяком случае, такой вывод можно сделать со слова арендодателя. Директор рынка «Атриум», или как его называют в народе второго рынка, обещает помочь погорельцам, поддержать финансово, а в будущем обеспечить полную противопожарную безопасность. Проблем у нас таковых с противопожарной безопасностью касаемо вот этих уличных ангаров не было. Вот эти все требования, предписания, которые были раньше прописаны, мы их устраняли. Какие-то нарушения внутри рынка еще частично идут, добиваются эти работы. Но в основном проблем не было с этим. Будет ли ущерб возмещен? Ну, мы как управляющая компания в любом случае окажем содействие. Постепенно, поэтапно, да, я думаю, подключатся руководители региона. И мы тоже стороне не останемся, безусловно. Окажем всяческую помощь, поддержим наших. Стоит отметить, что неделю назад на центральной площади Махчкалы собрались порядка ста владельцев торговых точек этого рынка. Возмущались, что их малому бизнесу перекрывают все пути. Началось все с поднятия платы за аренду в четыре раза. С 300 до 1200 рублей за квадратный метр. Кроме того, с них требуют сбор в размере 120 тысяч рублей для обеспечения установки системы противопожарной охраны. Вчерашний пожар для этих людей стал последней каплей в чаше, отчего сегодня они решили вновь выйти на митинг. Цель митинга – устал народ. Чтобы аренду, аренду, во-первых, аренду не поднимали, и что вот эти 110 тысяч, которые они хотят взять за пожарную безопасность, чтобы не брали с предпринимателей, а сами решали эти свои вопросы. Вот это у нас вот. И на сегодняшний день мы хотим безопасность, гарантии безопасности нас и нашего товара. Потому что, извините, это нелегким трудом заработанный товар, и все мы в то, что вкладываем, мы не хотим, что это сгорело и повторилось то, что было на Ирче или там в другом месте. Поэтому вот это наше требование. Почему в Махачкале горят рынки? Ответа на этот вопрос, вероятно, никто не даст. То ли не соблюдение пожарной безопасности, то ли на участке кто-то точит глаз. А вообще, может, это простая случайность. Но факт остается фактом. Страдает от этого лишь простой народ. Здесь все вокруг перекрыто. На втором рынке объявлен санитарный день. Внутрь никого не пускают, разве что представители власти и СМИ. Сегодня здесь непривычная для рынка тишина. Ни продавцов, ни покупателей. Работают лишь эксперты. Им и предстоит установить причину возгорания и сумму нанесенного ущерба. Будем следить за развитием событий. А вот будет ли какой-либо сдвиг в этой пламенной эпопее, уже совсем другая история. В Махачкале 400 ребят со всей страны приняли участие во Всероссийской Олимпиаде по ментальной арифметике. Дети усердно боролись за звание чемпиона и главный приз – путевку в Анталью на Международную Олимпиаду. Об успехах юных дарований в следующем сюжете. Свисток – это сигнал. Сигнал – начало Олимпиады. Дети работают быстро, как и предполагает ментальная арифметика. Импульсивные движения рук – это устный счет на воображаемом абакусе. Так учат считать детей в более чем 50 странах мира. В России эта методика практикуется не так давно. Олимпиады такого масштаба в Махачкале и вовсе проводятся первыми. Но желающих стать первыми на ней уже огромное количество. Подобного рода мероприятия были только у нас в городе Сочи. Первый раз приехали вчера в Дагестан. Очень рады, что участвуем в такой Олимпиаде. Занимались прям на ура. Ребенок рад. Я думаю, что каждый родитель рад был бы, если попал на эту Олимпиаду. Вы рассчитываете на победу? Конечно, да. Я занимаюсь ментальной арифметикой уже три года. На ментальную арифметику меня отправила моя мама. Я надеюсь, что я заслужу титул суперчемпиона. Но в число победителей войдут только четыре человека. Оценивать детей будет специальная комиссия, прибывшая из разных регионов страны. Собрать всех в одном месте и организовать масштабное мероприятие удалось образовательному центру Universal Kids. Сегодня у нас Российская Олимпиада по ментальной арифметике. У нас участвует более 400 детей из разных регионов и городов России. Организовали мы такое мероприятие, так как у нас летом, в 2018 году, Чемсул Вараева Загидат заняла титул чемпиона. И мы решили теперь это сделать все у нас в нашем городе. Лучшие участники, которые наберут максимальное количество баллов, будут награждены титулом суперчемпиона и отправятся на Международную Анталью в АМАС в 2019, который состоится 22 июня. Организаторы разбавили образовательную программу красочными номерами, песнями и танцами в исполнении учеников центра. Участвуют в мероприятии и подопечные благотворительного фонда «Инсан». Четыре ребенка, обученные в ментальной арифметике, благодаря содействию фонда также будут бороться за главный приз. На сегодняшней Всероссийской Олимпиаде участвуют наши дети, которых мы направили в образовательный центр «Юниверсал скилл» для занятий по ментальной арифметике. Наши дети проходили двухмесячный курс. За это время они достигли хорошего результата и нас допустили. Наша программа, программа «Я опекун» благотворительного фонда «Инсан» нацелена на именно образовательный процесс наших подопечных. Мы большое внимание этому уделяем. Здесь витает дух знаний и твердая воля к победе. Кто поедет на Международную Олимпиаду в Анталии, станет известно уже завтра. Но даже для тех, кому не удастся получить главный приз, участие в этих соревнованиях уже маленькая победа. Ведь интеллектуальный турнир – это лучшая мотивация для дальнейшего обучения. Хадижа Курбанова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Гончарное дело, кубачинское ювелирное искусство, ковроткачество. Всеми этими народными промыслами по праву славится дагестанская земля. Теперь любой желающий сможет абсолютно бесплатно обучиться ремеслу предков. А где именно, расскажет Камиль Девятов. Махачкалинцы и гости столицы были приятно удивлены увиденным на открытии мастерской. Дагестан всегда по праву называли школой народных промыслов. И открытие именно такой вот кузницы в столице получит широкое и повсеместное развитие. На самом деле у нас план очень масштабный. Мы, помимо того, что мы подключили сейчас ковротели и вышивку, мы хотим подключить и работу с кожей. Мы также еще ищем направление, ищем направление по народным промыслам, которое может быть утеряно вообще. И мы хотим, чтобы на площадке появились люди, преподаватели, которые будут обучать. Может быть, возрождать мести, помогать этому всему. И по поводу масштабирования площадок, также мы хотим именно такой же центр создать в Каспийске. Поначалу для обучения мастерской были установлены возрастные ограничения, но затем они были сняты. Дети и взрослые смогут прийти сюда и обучиться народным промыслам. И это все абсолютно бесплатно. 150 лет человек, который хочет... Для посетителей здесь же на месте был проведен мастер-класс. Гостям показали художественную обработку металла, резьбу по камню и дереву, кончарное производство, ковротелие. Мастер по лепке из глины собрал вокруг себя учеников. Патимат Шамадаева всю свою жизнь посвятила болхарской керамике. Она по праву считается специалистом своего дела и отличным педагогом. Насколько сложно научиться и сколько нужно времени, чтобы научиться лепить такие красивые вещи? Вот эти дети у меня впервые. Сегодня сами подошли ко мне и говорят, можно мы тоже будем. Я говорю, давайте вместе будем лепить. Они у меня впервые. И чтобы научиться, хотя бы год надо ходить. В дагестанских селах, таких как Агатсатль, Кубачи, Балхар и Унсукль, мастеров с каждым годом становится все меньше и меньше. Задача мастерской народных промыслов – сохранить ремесло предков для последующих поколений дагестанцев. Камиль Девятов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И это главное, чем запомнилось нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok